Приветствую вас, друзья! Я ведущий программы «Медицина и психология» телеканала «Право ТВ». Вместе с этим я ведущий школы «Человек будущего» «Homo Futurus». И что я хочу сказать, что нельзя быть рабом у рабов. Кто выживет в этой ситуации, вот этой пандемии, вот в этой неопределенности, в точке перфоркации? Именно свободные люди. А чтобы быть свободным человеком, надо все-таки научиться по методу ключ синхронизировать свое состояние, ум, сердце и в целом, душу свою. Потому что душа принимает решение, но чтобы осознать это решение, надо научиться снимать стресс, страх, шаблоны мышления. Комплексы и стереотипы. Выйти выше этой задачи, которую вы там волнительно решаете, любую в своей жизни. Так вот, недавно я говорил о том, что смотрите Джона Диспенза, по-моему, так. И там вот метод есть, что медитация, она улучшает даже состав крови и повышает иммунитет и стресс-устойчивость. Так чем же наш ключ отличается от всех методов мира? Мы не предлагаем заставлять себя думать о хорошем, когда вам думается о плохом. Когда у вас мысли текут угнетенные, страх, может быть паника, может быть такое плохое настроение. Мы не предлагаем, мы в первую мере предлагаем думать о чем думается, переживать о чем переживается. Вот в чем ключевое отличие. Потому что если бы человек мог думать о хорошем, когда ему плохо, тогда и психологи не нужны. Вот в этом суть. Именно думать о чем думается и при этом переживать о чем переживается, если переживается на волне синхронизации, на волне подключения приемов, которые называются ключевыми приемами. И что там происходит. Вот я вам скажу сначала понятие дозы. Такого тоже никогда в мире не было. Вот давали приемы какие-то, но никто не говорил о том, что есть понятие дозы. Дозы это что такое? Вот мне совершенно недавно молодой человек, по моей рекомендации, в очень таком тяжелом состоянии. У него там страхи, у него там паники. И я ему сказал, а ты делай волну. Просто сиди вот так, раскачивайся. Потому что все приемы метода ключ-2, они основаны на моделировании осознанном тех инстинктивных действий, которые человек сам делает, когда он решает какую-то волнительную задачу. Ну вот он так вот сидел, покачивался, покачивался и спросил меня, а сколько дней так делать. Я сказал, ну сделай 2-3 дня и напиши мне динамику. Я дам совет. Он мне написал динамику, ой, вы знаете, я, говорит, лучше себя почувствовал, но я вышел в такое состояние уныния, когда вдруг меня захватили давно забытые как бы переживания, которые я не хотел о них думать, давно от них отошел. И они вдруг стали выходить, и я стал о них думать, и мне стало так печально. Я ему сказал, а ты увеличь дозу, то есть время продолжительности. И делай по этой комфортной зоне, по этой свободной зоне, делай как делается, думай о чем думается. И здесь происходит синхронизация, когда ритм колебаний синхронизируется с уровнем напряжения, который у тебя возникает, когда ты думаешь о плохом. А когда думаешь о хорошем, колебания уменьшаются. Это как на руках у мамы, которая подбирает ритм в зависимости от напряженности ребенка. У природы надо учиться. И вот он увеличил количество времени, и действительно делал столько, сколько ему хочется. И стало у него 15 минут. И он мне написал такой восторженный. Впервые в жизни я почувствовал себя человеком. Так вот, наша наука человечности, которую мы создаем у меня на канале, открывает в человеке человечность. Почему так происходит? Потому что человек по своей природе творец. Он не раб по своей природе. Он рождается свободным. Пока его не достигнут агрессивным воспитанием. Меньше хвалят за хорошие поступки. А больше ругают. Когда много чего делают. Не дают ему быть собой. А ведь счастье – это быть собой. А совместное счастье. Когда каждый из нас самим собой является. И в то же самое время мы вместе. И поэтому я подумал, почему бы нам вот канал, например, «Право ТВ» не соединить с глобальной волной, с Ярославом Старухиным, который интересные видео делает у себя. Потому что вместе мы сила, вместе мы пробьем вот эти все пандемии. Там подписчики, здесь подписчики. «Право ТВ» подписчики. Мы все вместе должны соединяться, когда мы преподносим людям знания, полезные для жизни. В данном случае можно соединить именно через метод «Ключ». Потому что метод «Ключ» необходим всем и каждому. На всей планете. Чтобы избавляться от страха и выходить на самое себя. На свою природу истинную. На человеческую. На природу Творца. И вот почему. Я сейчас объясню в двух словах. Это очень важно. Послушайте. Есть понятие эмоционального дистанцирования. Оно как-то связано с понятием «время лечит». И оно также связано с понятием «утро вечера мудренее», а с больной головой ногам покоя нет. Так вот это эмоциональное дистанцирование, оказывается, оно также ассоциируется с пространственным дистанцированием. Как художник отходит от холста, чтобы увидеть картину целиком. Вот посмотрите. Эмоциональное дистанцирование, пространственное дистанцирование и временное дистанцирование. Время лечит. Три в одном. Так вот дело в том, что когда вы выходите на ритм колебаний, на автоколебания, или когда вы делаете идеомоторные приёмы ключа, подбирая то, что вам подходит именно индивидуально, то, что вам проще и легче делать, и повторяете до тех пор, пока вам хочется, вы соединяете две свободы. Ментальную свободу и телесную свободу. Это соединение духа и материи. И возникает целостность. И поэтому вы начинаете видеть картину мира целиком. Потому что невозможно видеть картину мира целиком, будучи самому нецелостным. А целостность в переводе – это здоровье. А вот сейчас что получается? Кто элиты, которые управляют нами? Рабы. Я недавно смотрел, как после Олимпийских игр в Токио Ирина Винер распекала спортсменку. Так она же её так распекала, говорила те слова, которые не только ниже пояса, она говорила туалетные слова, которые только с уборным, с уборным ассоциируются. Ну как это можно? Разве это интеллигент? Понятие интеллигентности очень ассоциируется с понятием элиты. А получается, нами управляют не интеллигентные люди. Нами управляют те, которые из князи, из грязи в князи. Ну как же так? А как же мы им подчиняемся? И как нам можно быть такими несвободными? А потому что они пошли по пути, по вектору, где, если ты умный, где твои деньги. Они пошли по пути вот этой ментальности, именно западной, где первопричина выбора – это выбор выгоды, выбор денег. Это же капитализм, так сказать. А нам нужна частная собственность, вот эту, которая дает человеку свободу. Синергировать социалистическим подходом к деятельности, собрать из капитализма и социализма, позитивные моменты и создать общество не капиталистическое или социалистическое, потому что в Советском Союзе тоже были проблемные моменты, а человеческое, то есть творческое, созидательное общество создавать. Поэтому через метод ключа всех можно объединить, через науку человечности, которую мы создаем. Вот видите, как интересно. И так понятие дозы, и так представление о том, что все методы мира не имеют того, что в методе ключ. Почему? Потому что мы стоим на их плечах, мы же самые современные. Да, до встречи, друзья. С вами был Косай Алиев, доктор, психолог, художник, писатель, тренер, чемпионов мира и олимпийских игр, тренер бизнес-тренеров. Поэтому я и придумал этот метод ключ, потому что все открытия происходят на стыке разных дисциплин. И так, до встречи. С вами был Косай Алиев, ведущий программы «Медицина и психология» телеканала ТВ-Право.